Дорогие друзья, Чайханауч Кудук приглашает вас в гости отведать самого настоящего узбекского плова, уйгурского лагмана, ташкентского шашлыка и много-много других наивкуснейших блюд Востока. Чайханауч Кудук – место, куда хочется вернуться. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрите кулинарное шоу «Семейная кухня» с Лейлой Савицкой на телеканале М-Телевизион. Готово наше долгожданное блюдо – это индейка с овощами. К тушеным овощам добавили стакан воды, туда добавили мясо, которое мы пожарили, поперчили, посолили, петрушку с укропом, приправы добавили и 20 минут на среднем огне сварили. Рис тоже у нас готово и кескок тоже готов, осталось только его покрыть кремом. Для этого я беру сливочное масло, 60 грамм. Пока ты начнешь делать крем, я начну смешивать салат, где мелко нарезаны помидоры, огурцы, авокадо и добавляем туда листья салата. Да, листья салата. Солим и заправляем маслом. Взбиваем наше масло, добавляем туда сыр маскарпане и любой сливочный сыр, можно хохланд, можно альметто. И добавляем 100 грамм сахарной пудры. Наш крем готов, он такой довольно-таки легкий и быстро готовится. А в наш салат мы добавляем еще немножечко масла для заправки. Можно оливкового, можно подсолнечного. И кекс наш покрываем этим сливочным кремом. Мурат, ты у нас являешься руководителем компании. И для тебя очень важно, чтобы коллектив работал слаженно. Как на твой профессиональный взгляд командно и слаженно работают ребята? Они действительно очень слаженно работают, и их девиз – это именно семейная гармония. Что немаловажно при командной работе, а в данной ситуации мы наблюдали именно командную работу. Марин, я знаю, что ты с недавних пор начала увлекаться, ну, больше погрузилась в эзотерику, в карты Таро и так далее. Глядя на них, что ты можешь сказать про их семейное будущее? Ну, я вижу солнечные перспективы. Да, они молодцы. Они на одной волне, у них одни вкусы, одни цели, стремления. Я думаю, у них все будет хорошо. А, и что, друзья, наверное, пора приступить к еде. Еда, 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 еда. Хватит. Ну что, последние штрихи, сервировка этих прекрасных блюд, чтобы они стали еще красивее. Дорогие зрители, я напоминаю, что сегодня с нашими участниками Артуром и Алией мы готовили... Индийка с овощами, рис и морковный кекс. И, конечно, прекрасный овощной салат. У меня супруг очень любит, когда вся еда на одном блюде. Поэтому мы будем выкладывать, кроме кекса, конечно же, все на одно блюдо. Посерединке положим нашу индейку с овощами. Выкладываем мясо. Вокруг нее выкладываем рис. Это будет происходить долго. И вокруг уже риса будем выкладывать салат. Вот, наше блюдо готово. Можем нашим немножко подливом полить рис, чтобы он был не сильно сухим. На столах наших участников Индийка с овощами, рис, овощной салат, морковный кекс от наших участников Артура и Алии. Дорогие телезрители, а я предлагаю посмотреть, как готовит профессионал. Здравствуйте! Сегодня мы приготовим мнимапакаканский. Для этого надо понадобиться мясо баранина, картофель, морковь, перец болгарский, помидоры и зелень. Казан вставляем на плиту, режем мясо и прямо мясо туда в казан. Так, мы сейчас готовим на одну порцию. Сколько нам надо мяса, столько будем резать. Потом, мы режем помидоры, морковь, картофель, все овощи. Так, у нас лук еще. Тоже отправляем в казан. Так, мы берем петрушку. Эта петрушка подходит к этому коканскому дымлему. Так, теперь солим. Поперчим. Так, почему мы дымлему коканскому баранину? Потому что мясо баранина жирное. Туда воды, масло, ничего не надо. Просто мясо свой жир дает и в казане тушится вместе с мясом все ингредиенты. То есть, закрываем казан крышкой на 40 минут. Для приготовления блюда вам понадобится 200 грамм бараней корейки, 100 грамм картофеля, 50 грамм моркови, 30 грамм болгарского перца, 30 грамм лука, 50 грамм растительного масла, 10 грамм соли и зелень по вкусу. Наливаем масло в казан, раскаливаем. Обжариваем до румяной корочки обе стороны корейки. Вытаскиваем мясо и отправляем в казан по очереди картошку, морковь, болгарский перец, лук, помидоры. Не перемешиваем. Сверху кладем обжаренную ранее корейку, солим, перчим, посыпаем нарезанной зеленью, наливаем 50 грамм воды и закрываем крышкой. Томим 20 минут и наше блюдо готово. Мы вкладываем сейчас в тарелку. Берем салатного листа, морковка, все, ингредиенты уже сварились отмеренно. Теперь мясо вот в тарелку. У нас все готово. Украшаем зеленью. Блюдо готово. Приятного вам аппетита. Азат, ты любишь рис, тебе жена готовит мясо с овощами. Какие поставил оценки ты? За все блюдо я поставил оценку 7 вкусовые качества. Потому что пирог был самый высший пирог. Я никогда таких пирогов не ел вообще. И прям очень вкусно. Или кекс, как это правильно сказать. А по поводу риса с овощами, да, ну, тут уж извините, но я отдаю предпочтение своей жене. Поэтому оценка 5 и 10. Средняя оценка 7. Оригинальность подачи блюда 7. Философия блюда 10. И процесс приготовления тоже 10. А Мурат? Я поставил все оценки абсолютно 10. Вкусовые качества 10. Оригинальность подачи блюда 10. Процесс приготовления 10. И философия блюда тоже 10. Блюдо действительно было гармоничное. То, что мы обсуждали до этого. Подача блюда тоже была оригинальная. Действительно, как и сказала Алия, все в одной тарелке. Абсолютно от салата до риса и до индейки. Кекс безумно очень вкусный. Мне очень понравилось. Именно три вида сыра. И что я даже не почувствовал этот сыр. Я почувствовал, что это... Сгущенка. Совершенно верно. И ты прав, я попросил добавку. Потому что мне безумно это все понравилось. Как тебе философия, вкусовые качества и все-все-все остальное? Сейчас все скажу. Давай, говори всю правду. Пройдусь по пунктам. Так, за вкусовые качества я поставила пятерку. Мне очень понравился кекс. Как я любила кексы, так я продолжаю их любить. И видно, это любовь всей моей жизни. Люблю я сладкое. Оригинальность подачи 4. Потому что оригинальности не было. Подача была, на мой взгляд, обычная. Ничего сверхъестественного не увидела я. Процесс приготовления 10 баллов. Это предельно высокий балл. Потому что они работали сплоченно, слаженно. Они помогали друг другу. Они поддерживали. Они молодцы. Я считаю, вот так нужно готовить с семьей. И философию блюда я тоже поставила 10. Потому что их философия – это единство. Единство было достигнуто. Возьму ручку и сделаю это прямо сейчас на ваших глазах. Сразу скажу, с философией единства. Оригинальность подачи. Да, не было в этот раз шоу, как обычно мы привыкли, да, в этом кулинарном шоу, когда нам поют песни, зажигают фейерверки, танцуют и так далее. Но мне очень понравилось, что блюдо большое. Я люблю большие блюда. Поэтому здесь оригинальность подачи блюда я поставлю десяточку, философию 100% – 10. Потому что для меня очень важно, когда супруга, когда жена принимает во внимание, когда что-то она делает, свои привычки мужа. И ведь она блюдо нам подала именно так, как она делает это дома. Вкусовые качества. Первое было блюдо, оно достаточно легким, но кекс, если бы можно было поставить 20, я бы поставил, честно говоря, поэтому здесь тоже десяточка. Ну, процесс приготовления. Мне понравилось, как ребята взаимодействуют. Мне кажется, хорошая пара. Они тоже, у них небольшой, маленький ребенок растет, да, и, как ты сказал, у них большое, светлое будущее. Поэтому на перспективу я им ставлю тоже 10. Когда вы смотрите эту передачу, обратите внимание именно на рецепт кекса. Потому что если вы дома сделаете это самостоятельно, я думаю, что ваша коллекция домашних блюд обогатится настоящей жемчужиной. Артур, Алия, поздравляю вас, вы большие молодцы. Я знаю, насколько сильно вы переживали, сомневались, и вы все правильно сделали, все очень вкусно получилось, и очень красиво. Мне хочется вручить вам сертификат от одного из членов нашего жюри, президента Международного Сократовского университета управления Павла Качагина. Это сертификат на персональное занятие по публичным выступлениям и ораторскому мастерству. Поздравляем! Спасибо! Мы до последнего сомневались, но получили массу позитивных эмоций и драйва. Спасибо огромное! Познакомились с такой замечательной командой. Я думаю, что Алия в этот раз сделала даже еще красивее и еще вкуснее наше блюдо. Поэтому участие в вашей программе только больше стимулирует нас и ставит перед нами еще более высокие планки для того, чтобы их достигать и просто получать удовольствие. Дорогие телезрители, вот такую индейку с овощами, рис и овощной салат приготовили для нас наши участники Артур и Алия и, конечно же, это еще великолепный морковный кекс. Все это вы сможете повторить, если захотите удивить своих близких и родных. Дорогие друзья, вы можете проголосовать за наших участников на сайте тройное WM-television.ru. Голосование длится ровно неделю с момента выхода программы в эфир. И помните, какой бы вкусной и полезной ни была еда, главное, чтобы она была приготовлена с вашей любовью для ваших близких. Это было кулинарное шоу «Семейная кухня» с Лейлой Савицкой. Дорогие друзья, Чайханауч Кудук приглашает вас в гости отведать самого настоящего узбекского плова, уйгурского лагмана, ташкентского шашлыка и много-много других наивкуснейших блюд Востока. Чайханауч Кудук – место, куда хочется вернуться. Приглашаем семьи к участию в кулинарном шоу «Семейная кухня». Подробная информация на сайте телеканала тройное WM-television.ru и по телефону 8 905 358 1614. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова